Всем привет, я Анна Оськина и сегодня я расскажу, где я покупаю пластику. Мега распаковка! И из моих новиночек сделаем очаровательный осенний декор. Оставайся со мной! Не буду вас томить и эту мега посылочку с материалами я заказала в магазине Пластилинкин. Да, пришло время пополнить мои запасы. И очень круто, что все нужное можно купить в одном месте. Это очень экономит время. В интернет-магазине Пластилинкин вы найдете более 30 видов полимерной глины. Да-да, вы не ослышались. И моя любимая Фима там тоже есть. Инструменты для работы, фурнитура, краски, основы для декора, еще много-много всего. Если растеряетесь, вам там всегда помогут, можно смело спрашивать. Постоянно проходят какие-то акции, скидочки. Очень круто. Бонус, бесплатная доставка почтой России. И специально для моих подписчиков Пластилинкин дарит промокод AN8 на скидку 8%. Пользуйтесь с удовольствием и экономьте. Ссылка на этот магазин, а также полный список моих покупок, чтобы вы могли все это посмотреть. С активными ссылками на каждую позицию я оставлю в описании под этим видео. Мастера очень любят этот магазин. Ну и я в их числе. Очень часто вы меня спрашиваете, какую сухую художественную пастель выбрать. Я выбрала вот такую и очень довольна, уже попробовала ее в работе. Дальше посмотрите, она очень яркая, мягкая. И что самое главное, есть огромное количество разных коробочек. Побольше, поменьше. Вы сможете подобрать ту, которая вам нужна. Я взяла с огромным количеством цветов и маленькими мелками. И думаю, что ее мне хватит. Ой, как надолго. А вот это так тщательно завернутое стекло. На стекле очень удобно работать. Дальше вы также увидите, что я буду с ним делать. Вырезать какие-то детали, фигурки. Очень удобно на стекле что-то слепить. И прямо на нем отправить в духовку. Мне очень понравилось. Его толщина 5 миллиметров. Это действительно очень хорошо. Вот такой вот мой улов. Пополнила свои запасы материалов и инструментов. И теперь творчество, ой как попрет. Я надеюсь, что вы уже желаете мне вдохновения. И конечно же сразу хочется что-то сделать с новыми материалами. Я подумала, что мне не хватает осеннего декора, осеннего настроения. Для осенних листочков я выбрала белую, желтую и красную полимерную блину FIMO. В белую добавляю кусочек желтого и маленький кусочек красного. И все это перемешиваю. У меня получается вот такой вот теплый светло-желтый цвет. И теперь я беру то самое стеклышко. Именно на нем буду вырезать листочки. Раскатываю пласт моего смешанного желтого цвета толщиной примерно 1 миллиметр. И накладываю на стекло. Чуть-чуть приглаживаю, чтобы оно прилипло. Я вырезала маленькие листочки, чтобы использовать их в качестве шаблона. Накладываю листочек, прижимаю, чтобы он к полимерной глине прилип. И лезвием с острым кончиком, кстати, тоже из моих покупочек. Аккуратненько вырезаю этот листочек. Убираю все лишнее и у меня получается вот такой вот очаровательный маленький кленовый листочек. И таких листочков вырезать нужно достаточно много, чтобы хватило на декор и даже потом на веночек для куколки Барби. Когда вырезала все листочки, нужно сделать им прожилки. Прожилки я делаю просто иголочкой. Это очень легко. Здесь нужно сделать основные лучи, идущие от низа листочка к его вершинкам. И дальше уже нужно будет сделать его боковые прожилочки. Сначала я думала, что все это займет достаточно много времени, но на самом деле все произошло очень и очень быстро. Я даже не заметила, как все листочки уже были полностью готовы. Действительно это очень просто. И конечно же открываю сухую художественную пастель, чтобы тонировать ею все мои листочки. Итак, пастель оказалась достаточно мягкой для того, чтобы набирать ее можно было просто кисточкой прямо с мелка. Это очень удобно, особенно если вам нужно тонировать что-то совсем небольшое. Например, какие-то румяна, куколки наложить или еще что-то такое, ну совсем маленькое. Ну и конечно же мой любимый способ накрошить пастель в пыль и затем уже все тонировать тоже подходит. Такой способ подходит, когда вам нужно тонировать много всего, либо какие-то большие объемы. И хочется взять больше насыщенного цвета, так как листочков у меня много. Это одно стеклышко, на котором листочки. За кадром у меня лежит еще второе, тоже там много листочков. Поэтому я сразу украшу разные оранжевые, желтые, красные тона на отдельный листочек бумаги. Чтобы потом брать кисточкой побольше и тонировать все листочки, придавая разные оттенки. Здесь уже можно тонировать как хочется, какие-то листочки могут быть оранжевые, какие-то красные. Какие-то могут быть с какими-то зелеными частями, например он пожелтел еще не полностью. Какие-то могут быть уже совсем бордовыми, темными. Вот такая красота у меня получается, отправляю ее запекаться на 20 минут при температуре 110 градусов. После запекания покрываю листочки матовым лаком FIMA. После чего цвета становятся чуть ярче и покрытие конечно же будет более долговечным. Потому что эти листочки я планирую использовать для декора фонаря. Когда лак высохнет, аккуратно лезвием подцепляю и снимаю все листочки со стекла. Стекло потом очень легко можно почистить, помыть, все это отмывается. Переворачиваю все листочки и на каждый из них прилепляю двухсторонний скотч. Беру икеевский фонарь, это фонарь под свечник. Туда можно ставить как настоящую свечку, так и электрическую. И украшаю его осенними листочками. Получается очень красиво и атмосферно. Хочу сказать я уже попробовала как он смотрится вечером и это потрясающе. В комнате сразу же создается невероятный уют. Я туда поместила электрическую гирлянду на батарейках и согласитесь, очень красиво выглядит. Ну а для моей Барби я решила сделать веночек. Ведь она тоже сидит у меня на полочке и теперь она будет рядом с фонарем. Для этого я накрываю голову фольгой, чтобы ее защитить. Катаю длинные ниточки из моего желтого цвета, который остался. Складываю их все вместе, перекручиваю, получается вот такой жгутик. И накладываю этот жгутик на фольгу на голову Барби. Достаю второе стеклышко, на котором незапеченные листочки. И эти незапеченные листочки прикрепляю на основу для венка. Если листочки получились суховаты, то лучше использовать гель жидкую пластику. У меня пластика очень мягкая, потому что я использовала Fimo Soft и Fimo Kids. И пластика сама прилипает к друг дружке очень хорошо. Таким образом я полностью закрываю веночек, чередуя более крупные и более мелкие листочки. Когда венок полностью готов, я аккуратненько снимаю фольгу с головы Барби. И отправляю прямо на фольге его запекаться. После запекания снимаю с фольги и листочки покрываю матовым лаком Fimo. Осталось только надеть веночек на голову Барби. И это само очарование. Мисс осень никак иначе. И в результате у меня получился вот такой осенний фонарик и веночек из листьев для Барби. Они классно вместе смотрятся и точно будут создавать уют в моей комнате. Ставь лайк, если тебе понравился мой осенний декор. Я очень надеюсь, что информация о магазине Пластилинкин вам оказалась полезной. И теперь у вас не будет вопроса, где купить пластику, где купить сухую пастель или инструменты, лаки. Все вы там найдете. Я желаю вам всем творческих успехов, вдохновения и самого классного настроения. До новых встреч в моих новых видео уже совсем скоро.